Наши отцы и деды, братья, сёстры, с оружием в руках. И никто не может нас упрекнуть, что был предатель, был трусом, был негодяем. Презентовать второй сборник проекта и вспомнить трагедию 77-летней давности. В мемориальном комплексе жертвам репрессий снова непривычно многолюдно. Вверх проваляли ног по гибель. Вот такая была ситуация. Чтобы ужасы прошлого не были преданы забвению, проект «И очевидец» разработан с целью сбора документальных свидетельств очевидцев депортации. Каждая история – это индивидуальная трагедия, часто рассказанная первый раз в жизни. Сделать информацию доступной прежде всего для молодёжи. Тысячи экземпляров и 21 воспоминания. Во втором сборнике факты и свидетельства людей, прошедших через депортацию. На протяжении всех этих лет мы работали над созданием второго сборника, записывали воспоминания стариков, очевидцев тех событий. Потому что сегодня среди нас каждым днём всё меньше и меньше тех людей, которые пережили эту депортацию, которые видели воочию весь этот ужас и пережили всю эту трагедию. Проект «И очевидец» был запущен ещё в 2012 году сотрудниками мемориального комплекса жертвам репрессии. Первый сборник вышел уже через год тиражом в 500 экземпляров. Но со временем идея разрослась, и инициаторы стали записывать истории очевидцев не просто на бумагу, но ещё и на видеоносители. Как я сказала, это, конечно же, сохранение как можно больше памяти тех стариков, тех очевидцев, которые прошли через депортацию для подрастающего поколения. И передача этих воспоминаний для этого поколения, чтобы они помнили, знали, через что прошли их отцы, их дедушки, бабушки, чтобы для них не было обыденностью, да, та лёгкая жизнь, которая сегодня есть у нас. Свою память мы должны уважать и ценить, и преподносить её должным образом, чтобы люди, которые приходят, которые раньше не соприкасались с нашей бедой, с нашей историей и трагедией, видели, что мы сами уважаем нашу память и ценим это. Впрочем, проект свою работу на этом не завершает. Сотрудники музея работают над третьим томом книги. Для этого собираются выехать в Казахстан, чтобы записать свидетелей депортации, которые до сих пор живут там. Тамара Хшагульгова, Асхат Белокии, Новости 24. Сотрудники Комитета по делам молодёжи провели экскурсию по мемориалу памяти и славам. Среди гостей – школьники и студенты вузов. Мероприятие было посвящено 23 февраля. Молодых людей не только посвящали в историю нашего края, знакомились с достопримечательностями. Цель организаторов прежде всего – почтить память наших предков. Цель нашего мероприятия – чтобы молодёжь помнила о тех трагических событиях, которым подвергся наш народ, чтобы они в будущем, оценивая эти трагедии, знали, что все мы, что наша молодёжь – это наше будущее нашей республики, нашего народа, что они завтра могут быть причиной процветания нашего народа, чтобы они знали, каким трагедиям подвергся наш народ, потому что если мы будем помнить о нашем прошлом, то это нам поможет в будущем избежать повторения таких же трагических событий.